Турция, Таиланд, Египет, Китай. Сотни предложений для желающих провести отдых за границей. В преддверии главного праздника зимы заветные туры приобретают тысячи забайкальцев. Однако, стоит ли отправляться за рубеж? Кто и как гарантирует туристу безопасность? Ответы на эти вопросы в сюжете Антона Колганова. События почти месячной давности в Таиланде. Политическое противостояние официальной власти и оппозиции переросло в массовые беспорядки в столице государства. Сотни забайкальцев в это время отдыхали на столь популярном в этом году у жителей региона Тайском побережье. Среди них был и Олег Осипов. Там я пробыл две недели, арендовал автомобиль, объехал абсолютно все пляжи в очередной раз. Пхукета. Не увидел никаких изменений. Я там был седьмой раз уже. Абсолютно все так же. Люди отдыхают, веселятся. Тайцы в этом, естественно, помогают им в этом. Могу точно с уверенностью сказать, что в местах отдыха туристов, в том числе российских, это популярный пхукет, где я был, ну и в Паттайе, где мои друзья сейчас отдыхают, то есть там все спокойно. Но помимо забастовок и прочих внутренних конфликтов, российского туриста за границей могут поджидать и другие неприятности. Тот же Таиланд славится тем, что на улицах могут легко обворовать среди бела дня. При этом доказывая свою правоту, можно и самому попасть в полицию. Кстати, в случае крупных неприятностей вызволить россиянина из местной тюрьмы будет очень проблематично. Между Россией и Таиландом нет соглашения о правовой помощи и экстрадиции. А надеяться на смягчение закона к иностранцу не приходится. В ряде случаев узнает российское консульское учреждение только тогда, когда с гражданином что-то случилось. Попал ли он в больницу или забрали его в полицию. И согласитесь, что в этом случае, если гражданин не вставал на консульский учет, то защитить его права уже после того, как это произошло с ним, очень сложно. Как правило, забайкальцы едут за границу по двум основным каналам. Первый – организованный туризм, то есть выезд через туроператора или турагента. Второй – более опасный, самостоятельный, так называемый дикий туризм. Если в первом случае есть хоть какие-то гарантии того, что гражданин будет, так скажем, организован, будет организовано его пребывание, в том числе и вопросы безопасности каким-то образом решаться, в том числе и при внимающей туристической организации, то в случае, если гражданин выезжает в частном порядке, здесь этого гарантировать сложно. Тем более, что наши граждане, как правило, практически не встают на временный консульский учет. По-прежнему наиболее востребованное предновогоднее направление – приграничный Китай. Большинство случаев, происходящих с российскими туристами, в этом государстве сложно назвать консульскими. Чаще всего проблемы себе создают сами забайкальцы. Так, весной этого года двое жителей региона могли оказаться за решеткой на несколько лет по подозрению в противоправной деятельности. Следует учитывать, что мелкое правонарушение в России может считаться преступлением в этой приграничной стране. Но специалисты уверены, обезопасить свой отдых за рубежом все-таки можно еще в России. Вам обязательно нужно, чтобы с вами заключили договор. Вот это непременное условие того, что тур ваш состоится. Я настоятельно рекомендую, даже если вы выезжаете в ту страну, которая не требует медицинского страхования, все-таки страховка – это очень важная такая вещь. Рекомендую нашим гражданам обязательно такой момент учитывать, как наличие ваших документов, телефонов, консульских служб страны, куда вы езжаете. Поскольку случаи тоже могут быть разные, начиная от утери документов, кражи их, и совершенно верно сейчас бывают нестабильные политические ситуации. Кроме этого, все легальные туроператоры, которым можно доверять, включены в специальный реестр. В любой момент узнать о стране пребывания можно и на сайте Ростуризма, где указаны возможные ограничения, обычаи государства, таможенные требования. Если же отдых сорвался по вине турфирмы, то на защите туриста как потребителя услуги Роспотребнадзор. В этом году за рубежом побывало уже около 200 тысяч забайкальцев. Нестабильная политическая обстановка, финансовый кризис и прочие негативные условия никак не сказались на желании наших соотечественников побывать в другом государстве. Поток туристов с каждым годом только растет. Антон Колганов, Фуат Насерли, Дмитрий Денисов, Вести Чита.